МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности, закон предусматривает получение согласия парламента на куплю-продажу объектов республиканской собственности, начальная стоимость которых превышает 50 миллионов рублей. Кроме того, документ предполагает установить окончательный срок утверждения прогнозного плана приватизации госимущества. Также депутаты обсудили другие проекты и вопросы. В конце заседания почетную грамоту высшего законодательного органа республики вручили первому вице-спикеру Руслану Занимову заклад в развитие парламентаризма. А депутат Госдумы от КБР, член комитета Нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Заургий Киев в четверг в Нальчике провел прием граждан. К народному избраннику за помощью обратились 10 человек. Вопросы, с которыми жители республики пришли в региональную приемную председателя партии «Единая Россия», в основном носили социальный характер. Тема продолжит Марьяна Джангуразова. Светлану Захарову, первой попавшей на прием, волновал вопрос перерасчета пенсии за так называемый «северный стаж работы». Минтруда в курсе дела, но решение затягивается. Заурги Киев пообещал посодействовать. У Нальчанки Марины Мисроковой год назад из-за неисправной электропроводки сгорело жилье. Дом барочного типа постройки начала прошлого века. Решением проблемы также занимается Минтруда. Я туда ходила неоднократно. Вроде в компьютере первое время были мы, а потом почему-то пропали. Не знаю, сказали, что не положено. Я детально займусь этим вопросом. Хорошо? Детально займусь и все, что положено по закону, обязательно будет. Все документы, которые необходимы у вас собраны. Представители Нартановской школы-интерната обратились к депутату Госдумы с просьбой материальной помощи. Зима на носу, а у детворы нет теплой обуви. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни, заверил ГИКиев. Проблем у народа много, и общественная приемная «Единая Россия» – это очень важный инструмент в их решении. Считает депутат. Однако с большей частью обращений, по его мнению, вполне можно разобравиться на региональном уровне. Я и главой села был, и района, и вице-мэром Нальчика был. И основная задача, которая перед нами всеми ставилась – руководитель на месте должен решать те вопросы, чтобы, по крайней мере, меньше обращались. Не то, что он зажимает, прижимает или умоляет, просит, чтобы его не подвалить и не просили. А так, чтобы он был на месте руководителем. Раз на месте руководитель, значит, меньше обращений в высшестоящие инстанции. Но есть вопросы, которые при всем желании глава села не может решить. При всем желании глава района не может решить. Или мэр города не может решить. Для этого есть высшее руководство нашей республики. Здесь же не только депутаты Государственной Думы, и парламента, и местного совета городского. Здесь штат очень подготовлен. По крайней мере, нареканий я знаю, что ни с Москвы нет. И жители, кто обращается, безответно отсюда никто не уходил. В течение всего года прием населения в общественной приемной Дмитрия Медведева проводят глава республики, члены регионального полицсовета, депутаты, члены фракции единороссов в парламенте КБР, главы муниципалитетов. Мария Джангуразова, Сафар Гириев, Анатолий Диреко. Вести недели. Кабардино-Балкария. Проект северокавказского туркластера может дополниться высокогорным курортом с уникальными целебными источниками Джиласу. Перспективы развития этой территории уже обсуждены с главой Кабардино-Балкарии Арсеном Коноковым, заявил председатель совета директоров КСК Ахмед Билал в интервью корреспонденту агентства экономической информации «Бизнес-ТАС». Источники Джиласу даже сейчас при полном отсутствии инфраструктуры привлекают тысячи туристов. И мы находим этот район очень перспективным, сказал Билалов. При наличии достойных условий отдыха спрос на этот курорт, по его мнению, будет гарантированно устойчивым. Власти Кабардино-Балкарии уже строят автомобильную дорогу Кисловодск-Долины Нарзанов-Джиласу-Эльбрус, а транспортная доступность – один из ключевых факторов успеха, поджигнул Билалов. Возможность строительства бальнеологического и горнолыжного курорта, пояснил он представителю агентства, была оговорена с главой Кабардино-Балкарии в ходе рабочей встречи летом этого года. Тогда же, напомню, с участием Арсена Конокова и Ахмеда Билалова состоялось заседание рабочей группы, созданной руководством КБР. А также обсужден ряд проектов, реализация которых, по словам Билалова, поможет привлечению туристических потоков из России и зарубежных стран. В настоящее время стороны ведут технический аудит рекреационных объектов курорта Эльбрус и готовят план их дальнейшего развития. Речь в первую очередь идет о канатных дорогах и горнолыжных трассах. В частности, на рассмотрении находятся проекты по строительству третьей очереди канатной дороги от станции «Мир» до станции Горобаши, уточнил Билалов. В Нальчике в пятницу прошел окружной этап проекта «Команда менеджеров социальной сферы». Разработан он и Московским агентством стратегических инициатив и Федеральным агентством по делам молодежи. На региональный этап съехались победители отборочных республиканских туров в СКФО. Уже во второй раз им предстояло рассказать о своем видении развития страны. Рассказывает Арина Желясова. Эту защиту социальных проектов традиционно явно не назовешь. Посторонний вполне мог принять ее за встречу друзей. Говорили, например, о герое нашего времени. В современной России, так сложилось, существует дефицит лидеров, которые свои интересы всегда бы сопоставляли с интересами страны. Потому настолько власть заинтересована в поисках профессиональных менеджеров. В определенный период, это молодежь, которую мы называем дети перестройки, они оказались в результате известных событий вне общественного процесса, вне общественного диалога. И так как человек, если не видит себя в общественном поле, не видит свое будущее, не понимает вообще происходящего вокруг него событий, то, безусловно, он сам по себе, как существо социально, он будет раздражен, он будет наносить в себе элементы раздражения социального. Однако ругать прошлое не стоит, предостерег молодых людей Борис Паштов. Уж лучше сделать выводы и постараться взять самое лучшее из того, что в стране уже было. А еще важнее сделать правильный выбор в отношении своей профессии, подчеркнули уже участники проекта, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы смело назвать себя асом в той или иной области. Я жду от ребят, в первую очередь, предложений по изменению существующих подходов, программ в реализации социальной политики. Я очень жду, что если они покажут, например, на какие-то нестыковки в законодательстве и в практике, на какие-то административные барьеры для развития некоммерческого сектора, именно оказания социальных услуг, именно этого мы ждем от ребят. Победители, их имена будут названы позже, примут участие в федеральном этапе. Проект поможет сформировать команду менеджеров социальной сферы, которые займутся тиражированием и реализацией наиболее значимых предложений в области социальной политики. Арина Желясова, Наталья Булат и Моя Тохов. Вести недели. Кабардино-Балкария. Сразу две встречи представителей государственной власти с молодежью прошли на этой неделе в Нальчике. В рамках программы «Цена успеха» вице-спикер республиканского парламента Татьяна Сыенко общалась с членами палаты и депутатов-дублеров. А Казиму Инаев встретился со студентами КБГУ. Став на время главным гостем проекта «Государственный час», исполняющий обязанности вице-премьера правительства, ответил на вопросы будущих инженеров и строителей. Как оказалось, он и сам окончил ИТФ и до сих пор считает профессию строителя одной из самых востребованных. Студенты этим летом практиковались в стройотрядах, а вот у учащихся в непрофильных отделениях такой возможности не было. Казиму Инаев обнадежил, практика в лучших промышленных компаниях республики им будет обеспечена. Решение этого вопроса он взял под личный контроль. Я бы попросил, если кто-то захочет с инициативой выйти, просто собрать там несколько человек, я сам могу поехать туда с вами вместе, проехать на Сев-Кафлинген, на Тире-Колбас. То, что вас интересует, вы своему декану скажете. Мы вместе этот вопрос проработаем. Мы определим ответственность. А вице-спикер в республиканском парламенте с представителями молодежной палаты обсудила сильные и слабые стороны отечественной системы образования. В этой сфере Татьяна Саенко проработала почти два десятка лет. Причем имела возможность сравнить с отечественной методику обучения в США, Франции и Финляндии. Единый госэкзамен в России, например, дает возможность одаренным детям из глубинки поступить в любой вуз страны. Но это лишь одна сторона медали. Форма этого экзамена и формат того, как к нему готовят в школе, ну, обыкновенное натаскивание. Я считаю, что эта система не дает возможности раскрытия творческие способности ученика. Не учит его мыслить. И зачастую там, ну, просто доходит до автоматизма. Иногда даже просто птичку ставит ученик. А вдруг попадут. Речь зашла также о баллонской системе и о трудоустройстве выпускников вузов. Каждый человек должен стремиться быть лучшим в своем деле, посоветовала вице-спикер. Далее в нашей программе. Новые квартиры вместо прежних аварийных в Челегском районе готовятся к сдаче многоквартирный дом. Кто и сколько должен будет платить за здоровье? Указ о государственном лекарственном обеспечении вынесен на обсуждение общественности. Виражи на бездорожье. Челегский район стал зоной спортивного экстрима. После короткой рекламы мы продолжим знакомить вас с главными событиями. Уходящие недели. Оставайтесь на телеканале «Россия». Медицинский центр СЭМ – это современная элитная медицина 21 века. В центре проводятся УЗИ всех органов, включая сердце, магнитно-резонансная спиральная компьютерная томография на оборудовании «Сименс» последнего поколения. Прием ведут кардиолог со всем спектром кардиологического обследования, уролог с возможностью лазерного лечения урологических проблем. Запись по телефону в Нанчике – 42-73-73. Фасадные конструкции, алюминиевые двери, композитные панели, металлопластиковые окна. Фирма «Маржа», улица Байсултанова, 26. Телефоны – 74-13-20, 74-14-20. Медицинский центр «Гигея» оказывает квалифицированную помощь при алкоголизме и наркомании. Уникальный метод разрушения непреодолимой тяги к алкоголю и наркотикам. Обращайтесь в медицинский центр «Гигея» по телефону в Георгиевский, 6-66-33. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей, спальню «Московских фабрик» от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. В магазинах «Катюша» новая зимняя коллекция одежды и обуви со скидкой до 50%. При покупке хорток, пуховиков и комбинезонов от Борелот и Анкасл скидка 1000 рублей. Катюша! Испытываете проблемы с речью и не можете общаться? Логопедический кабинет «Гармония» ведет прием детей и взрослых. Телефон 928-691-9109. Такого вы никогда не видели. Самая лучшая элитная сантехника и керамика из Испании и Италии. Ваша ванная комната станет произведением искусства. Разработка виртуальной 3D-модели. Все для создания ванной вашей мечты. От плитки до мебели. Магазин «Барс». Мы поможем вам окунуться в море керамики. Город Нальчик, улица Головко, 196Б, первый этаж. 22 ноября. Дворец культуры и профсоюзов. Концерт обаятельной Марьяной Барагуновой. С участием Феликса Царяка, Тимуродина Туманова, Александра Новикова. Гасун Юэрот. Приходи и получи диск в подарок. Продается жилой дом в селении Чигем-2 по улице Алоева. Общая площадь 160 квадратных метров. Справки по телефону 8-967-410-4272. ЛДЦ «Авиценна». Имена наших специалистов говорят о высоком профессионализме. Загазежев Зубер Анатольевич. Врач-уролог высшей категории. Батрасов Сергей Юрьевич. Главный врач. Дерматовенеролог. «Авиценна». Мудрость и опыт. Суворова, 133. Быть в центре внимания. Сдавать свой индивидуальный стиль. Чувствовать элегантность и женственность. Легко. В одежде перспектив. Новая коллекция классических костюмов, пальто и платьев. Романтика городского стиля в роскошных деталях. Перспектив. Одежда, которая дарит праздник. Тореро. Мужской салон. Ногмова, 38. Самые свежие новости. Актуальные события. Только достоверная информация о жизни Кабардино-Балкарской республики. На сайте kbrtoday.com 17 ноября. Государственный концертный зал. Вечер памяти Инны Кашежевой. С участием. Ансамблей. Кабардинка, Калиста, Амикс. Солистов музыкального театра. Алима Газаева. Актеров Кабардинского театра. И Минша Генцукова. Время собирать камни. 17 ноября состоится сход рода Кумыковых. Справки по телефону 8-928-704-8174. В эфире токовая программа «Весь неделю Кабардино-Балкария». Мы продолжаем. Их служба и опасна, и трудна. Накануне в России отметили День сотрудника органов внутренних дел. Даже в свой профессиональный праздник полицейские стояли на страже порядка. Именно они защищают государство и общество от преступных посягательств. Порой рискуя собственной жизнью. Велоприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, прошли и в Кабардино-Балкарии. Слово нашему специальному корреспонденту Сафару Гириеву. Сегодня, как и прежде, основной задачей органов внутренних дел является защита интересов граждан своей страны. И только профессионализм и ответственность полицейских смогут установить в России закон и порядок, убеждены многие. И сколько сегодня не дискутировали о переименовании милиции в полицию, не надо забывать о том, что главная ценность любого учреждения – его сотрудники. Сотрудники органов внутренних дел Кабардино-Балкарии сегодня – одни из самых лучших в Северо-Кавказском федеральном округе. Принять участие в торжествах по случаю дня сотрудника органов внутренних дел в государственный киноконцертный зал пришли руководители Кабардино-Балкарии, представители федеральных и республиканских правоохранительных структур, ветераны МВД, действующие сотрудники полиции. В самом начале мероприятия собравшиеся в зале просмотрели видеофильм, посвященный будням сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарии. Минутой молчания почтили присутствующие память сотрудников милиции и полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Министр внутренних дел ПКБР Сергей Васильев сделал краткий экскурс в истории становления органов внутренних дел нашей республики. Отметил, во все времена, несмотря на различные видоизменения названия службы, цели и задачи перед ней остаются едиными. Служба в органах внутренних дел всегда сопряжена с риском. В тяжелейшей борьбе с преступностью мы ежегодно теряем боевых товарищей. Только с начала текущего года погибли 11 наших сотрудников. Они отдали свои жизни, оставаясь верными присягой, до конца исполнив свой долг. Их имена золотыми буквами вписаны в историю МВД республики. Молодому поколению солдат правопорядки есть на кого уравняться и с кого брать пример. Нет сомнения в том, что наша молодежь с честью и достоинством продолжит славные традиции органов внутренних дел и внесет свой весомый вклад в дело укрепления законности и правопорядка в республике. Будет вести бескомпромиссную борьбу с преступностью. Память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, жива. Они с честью выполнили свой гражданский и служебный долг, встав на пути преступности и беззакония. Пожертвовали собственной жизнью ради спасения других, обеспечения стабильности и безопасности. Отметили выступившие на вечере. Работа правоохранительных органов – это гарантия жизни и спокойствия граждан. Одна из важнейших основ безопасности государства. Именно на них лежит бремя ответственности за сохранение законности и правопорядка. Именно к сотрудникам органов внутренних дел обращаются люди за помощью в трудную минуту. И они с честью выполняют свой долг в любых самых тяжелых условиях. Об этом и говорил в своем поздравлении от имени главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова, парламента и правительства КБР, премьер республики Руслан Хасанов. Сотрудники МВД по КБР всегда были и остаются одним из передовых отрядов органов внутренних дел Российской Федерации. В сложных условиях обострения криминогенной обстановки, возрастания террористических угроз, вы стойко и мужественно, порой ценой собственной жизни, обеспечиваете общественную безопасность и правопорядок республики. Верю, что сотрудники МВД по КБР и впредь будут находиться на переднем крае борьбы с преступностью. В тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, органами государственной власти республики, несут достойный вклад в обеспечение мира и согласия общественно-политической стабильности в Кабардино-Балкарии. Председатель правительства зачитал указ главы республики о награждении сотрудников почетными грамотами КБР и присвоении им почетных званий. Он же вручил большой группе сотрудников МВД награды республиканского правительства. Много теплых слов и добрых пожеланий было сказано в этот вечер в адрес ветеранов МВД и действующих сотрудников и председателем парламента КБР Ануаром Чеченовым. Он также вручил им благодарности законодательного органа республики. О необходимости тесного взаимодействия с их структур в борьбе с терроризмом и экстремизмом в этот день говорилось много. Только совместные усилия дадут положительный эффект. За последние годы взаимодействие между органами внутренних дел и органами безопасности окрепло, в первую очередь, нас объединяет единая цель – надежная защита интересов человека и государства. Наше сотрудничество наполнено взаимным пониманием стоящих задач и готовностью прийти на помощь друг к другу. Сегодня мы не только отмечаем профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. В этот день мы вспоминаем их павших товарищей, тех, кто отдал свои жизни в борьбе с преступниками и террористами, кто собой защитил мирных граждан. Это были лучшие из нас, и эта утрата невосполнима. Святая память о таких людях должна быть вечной. Это праздник тех, кто, не считая себя, каждый день противостоит преступности, кто обеспечивает безопасность на улицах наших городов и сел, кто первым приходит на помощь попавшим в беду. Труд сотрудников правопорядка круглосуточный. И в свой профессиональный праздник многие из них находятся на боевом посту. Осмысление работниками ОВД, полиции, своей миссии, глубокого понимания сути процессов, происходящих во взаимоотношениях власти и институтов гражданского общества, будет способствовать выстраиванию новых партнерских отношений между полицией и гражданами. Это отмечено в выступлениях руководителей различных воинских подразделений, дислоцирующихся на территории Северокавказского федерального округа. В этот вечер было много наград, подарков. Главное, отмечен неоценимый труд сотрудников правоохранительных органов. Мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, прошли и в Северокавказском институте повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Праздник для слушателей и педагогического состава вуза знаменателен еще и тем, что институт переподготовки кадров для МВД отмечает в этом году свое 80-летие. Это не только профессиональный, но и поистине всенародный праздник, убежден начальник института повышения квалификации Заурбейш Хагапсуев. Именно в органы внутренних дел обращаются люди за помощью в трудную минуту. Отметил он, поздравляя присутствующих, слушателей из различных регионов страны и зарубежья. Сегодня в борьбе с преступностью нужна выдержка, смелость и удача, подчеркнул Хагапсуев. Значительно возросла не только заработная плата сотрудников полиции. Прямо пропорционально возросла требования к профессиональным и моральным качествам сотрудников органов внутренних дел. Этот год для института юбилейный. За 80 лет вуз прошел от школы питомника служебного собаководства, располагавшегося в маленьком саманном доме, до одного из лучших учебных заведений МВД России на Северном Кавказе. Пережив не одну реорганизацию и переименование, оно сохранило главное – традиции и накопленность за десятилетия опыт. Поделиться своими воспоминаниями об истории вуза и поздравить сегодняшних слушателей института с профессиональным днем пришел бывший начальник Нальчиковской школы милиции, ветеран органов внутренних дел Анатолий Канунников. Мы делали все, что от нас зависело. Мы старались выполнить любую задачу, которую перед нами ставили. И не просто выполнить, а выполнить ее хорошо, с достоинством и с честью. Защитников правопорядка поздравили с наступающим праздником и их афганские коллеги. Сейчас в рамках соглашения между правительствами России и Афганистана большая группа сотрудников МВД Исламской Республики проходит курсы в этом Нальчикском институте. Практику повышения квалификации сотрудников полиции из разных стран здесь намерены в дальнейшем продолжить и расширить. Ну а сегодня в честь праздника государственных наград Российской Федерации и Кабардино-Балкарии удостоены преподаватели вуза, многим присвоены внеочередные воинские звания. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести недели. Кабардино-Балкария. План работы на год Государственный комитет по лесному хозяйству выполнил полностью. Об этом на заседании общественного совета при ведомстве заявил зампредгоском леса Мухаммед Маремов. С правительством республики и местными властями согласован план мероприятий по тушению возможных возгораний. Кабардино-Балкарская лесная охрана проводит патрулирование опасных участков лесных массивов. Диспетчерская служба учреждения с марта этого года переведена на круглосуточный режим работы. Об опасности лесных пожаров постоянно напоминают социальные ролики на телеканалах. Регулярно проводятся встречи со школьниками и молодежными организациями. В республике создано 27 добровольных пожарных дружин. Представители общественного совета интересовал вопрос, как обстоят дела в техническом плане. В этом году Госкомлес включен в программу по обеспечению противопожарной техникой. Руководители Госкомлеса предложили представителям общественного совета дать свои рекомендации по улучшению работы ведомства. Тем более, что к разработке плана на будущий год уже приступили. Духовное управление мусульманной республики подвело итоги хаджа. Паломничество в этом году совершили 312 человек из КБР. И все они благополучно вернулись на родину, сообщили журналистам на пресс-конференции. Открывая встречу, хадриталидзе Сежев поздравил верующих, исполнивших один из толпов ислама, и поблагодарил руководство республики за помощь в организации хаджа. Содействие со стороны государства будет оказываться, и дальше заверил в ответ исполняющий обязанности председателя Госкомитета по работе с общественными и религиозными организациями Борис Паштов. Без трудностей не обошлось, признался журналист и руководитель группы Хизир Мессиров. Наши паломники, по его словам, все испытания прошли достойно. В числе верующих были несколько пожилых людей. За 80 лет их приходилось практически носить на руках. Были небольшие проблемы с пересадкой и задержкой самолета. Но хадж – это всегда преодоление, подчеркнул Мессиров. 16 семей Чирекского района отметят Новый год в новых квартирах. В рамках федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья в селении Бабуген практически завершено строительство многоквартирного жилого дома. Первый камень объекта заложили в мае текущего года, к концу декабря. Его планируют торжественно открыть. О том, как решается жилищный вопрос в Чирекском районе, в материале Анны Сурхайхановой. Этот дом планируют сдать менее чем через два месяца. Площадь квартир соответствует той старой, на которой многие годы жили семьи. Это были частные одноэтажные дома с небольшими участками. Почему здесь, в Бабугенте, предпочтение отдали строительству многоквартирного дома? Глава поселения объясняет дефицитом земли. Земельный фонд у нас небольшой относительно нашего сельского поселения. Несмотря на то, что плотность населения здесь большая. Поэтому я изначально вообще-то хотел здесь строительство коттеджного типа домов. Мы специально для этого ездили в Лискенский район, смотрели там, так как они уже 8 лет работают по этой программе. Сами жители хотят именно частные домовладения были у них. Переселиться из аварийного и ветхого жилья в этом году по республике должны более 200 человек. В их числе 16 семей из Бабугента. Чтобы не нарушать привычного для сельчан жизненного уклада, в перспективе в Черекском районе намерены строить все-таки частные, немного квартирные дома. Однако это пока только в планах. На перспективу есть. Мы пока шкатал, выделили земельный участок, перевели из одной категории в другую под строительство жилого фонда. И мы хотим уплотненной застройкой, уплотненной именно. Знаете, раньше давали по 20 соток, по 30 соток. Это было то время, когда инженерные коммуникации особо дорого не стоили. Сейчас там, где есть, находятся инженерные коммуникации, это очень дорогая земля и достаточно дорого строить. На строительство этого кирпичного дома ушло более 18 миллионов. Уже перекрыли крышу, практически во всех квартирах установили пластиковые окна, теплотрассу и газ проложат под землей. Кстати, отопление здесь будет индивидуально. Насур Хайханов, Аслан Карданов. Вести недели, Кабардино-Балкария. Тепло под контролем, общедомовые приборы учета энергоресурсов должны появиться в каждом многоквартирном доме. Основанием для этого стал 261-й федеральный закон. Счетчики помогут не только снизить потери тепла, воды и газа, но и сэкономить жильцам немалые деньги. В ряде регионов страны пошли еще дальше и стали устанавливать автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правда, пока в пробном режиме. Попала в пилотную программу и одна из многоэтажек Нальчика, так называемый ИТП, в их доме уже заработал. Подробнее наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. В этом доме по проспекту Шагинцукова проблем с отоплением нет. Совсем недавно здесь установили индивидуальный тепловой пункт, сокращенный ИТП. И теперь температура воздуха в квартирах регулируется автоматически. Чем холоднее на улице, тем интенсивнее работает прибор. Кроме того, благодаря точному учету потребленной тепловой энергии, оплата за нее минимизируется. А в случае неполучения услуги доказывать свою правоту потребителю уже не придется. Поставщики услуг дают, мы получаем, не получаем, приходилось актировать, доказывать, что там где-то что-то не получали. Данная аппаратура дает нам возможность учитывать, сколько чего мы получили, контролировать качество. Помимо счетчика, новые ИТП оборудованы еще и теплообменниками, которые фактически разделяют системы котельной и жилого дома. Раньше для устранения аварии в одной из многоэтажек надо было отключать и все остальные. Целый микрорайон мог остаться без тепла и горячей воды. Теперь автоматика сама найдет дом, в котором случилось повреждение, и достаточно будет перекрыть всего один распределительный узел. Если у нас происходит какая-нибудь утечка, порыв, батарея или кран сорвало, различные бывают причины аварии, неполадок, то на котельную это уже не повлияет. В этот момент котельная не остановится. Теплоэнергетическая компания новое оборудование установила за свои средства в качестве эксперимента. Стоимость одного ИТП до 700 тысяч рублей. А только в Нальчике больше тысячи многоэтажек. В перспективе жильцам придется самим платить за приобретение и установку теплового пункта. Сделать это можно в лизинг. Понятно, что без помощи властей сделать это невозможно. В ряде регионов страны муниципалитеты выступают гарантом выплаты стоимости оборудования. Цена же распределяется на всех жителей поровну и выплачивается в течение пяти лет. Но даже при таком раскладе экономия средств для рядового абонента составляет 15%. Если бы мы постепенно, взяв, допустим, одну котельную, во все жилые дома начали бы устанавливать вот такие ИТП, мы бы могли после этого высвободить достаточно большое количество оборудования, которое располагается в наших центральных тепловых пунктах. Устанавливать тепловые пункты не обязательно. Тем не менее, выгоды обеих сторон налицо. Экономия средств, качественный расход энергии и прочее. Однако большинство жителей многоквартирных домов пока не готовы консолидированно решить. Поставить пусть и не дешевое, но качественное оборудование один раз и получать регулярно тепло или и дальше испытывать неудобства. Альберт Корцаев, Асламур Закандоха. Вести недели Кабардиная Балкария. В республиканском онкодиспансере приступили к диагностике на оборудовании нового поколения. Аппаратуру в эндоскопический кабинет получили в рамках программ модернизации системы здравоохранения. Это крупнейшая за последнее время поставка оборудования для определения диагноза. Специалисты уже прошли стажировку в Москве и Казахстане. Новейшая видеосистема позволяет максимально четко увеличивать изображение, отслеживать патологии дыхательных путей и органов брюшной полости, как на поздних, так и на ранних стадиях. Как выражалось, врачу приходилось согнуться в три погибели глазом, смотреть в окуляр. Были проблемы и физического такого плана, и кроме того, само собой, в таком положении можно было где-то больше упустить. Данное оборудование позволяет не только диагностировать, но и лечить какую-то патологию, то есть проводить уже оперативные вмешательства. В рамках действующей в республике программы в одном только онкодиспансере за два года оборудование обновлено на 42 миллиона рублей. Получены современные рентген-аппараты, томографы, мамографы, операционные отделения хирургии. Минздрав России вынес на общественное обсуждение проект стратегии лекарственного обеспечения. Документ разработан по поручению главы государства. Кроме того, стратегия призвана привести законодательство Российской Федерации в соответствии с требованиями ВТО. Суть предложения в том, чтобы четко определить, какие категории граждан и какой степени должны будут платить за лекарства сами, а кого препаратами обеспечит государство. Рассказывает Марина Ярославская. Не изобретать велосипед – это первое, на что обратили наше внимание в Минздраве республики, когда речь зашла о разработке стратегии лекарственного обеспечения. Европа уже давно движется по такому пути. Идет возмещение стоимости лекарств как государством, так и пациентам. И вот эта пропорция возмещения стоимости, она вот сейчас отрабатывается, будет отрабатываться в 2014 году. Предлагается три варианта, и в каждом из них платить за лекарства населению все же придется. Первый – всем работающим государство оплатит половину стоимости лекарств. Список препаратов первой необходимости уже разработан. Вторая схема – стопроцентная компенсация, причем от предельно зарегистрированной цены на препарат. И третья – в зависимости от социального статуса человека. Пенсионеры, дети и беременные женщины будут доплачивать 25%. Домохозяйки и незарегистрированные безработные – половину стоимости. Льготников на все 100% обеспечит государство. Впрочем, это правило действует и сейчас, только лекарства все чаще больные вынуждены покупать самостоятельно, подтверждают в местных аптеках. Бывает, что препараты, которые они должны получить бесплатно, которых сейчас нет в наличии, они покупают, берут товарный чек, накладную, кассовый чек, ставим печать и потом это каким-то образом оплачивается. Региональные ведомства в разработке проекта участие принимают активно. Свои предложения Минздрав Республики уже направил. Основные связаны с льготниками. В рецептах предлагается указывать международные непатентованные наименования. Врачи, да и пациенты жалуются. Более дешевые аналоги в большинстве своем неэффективны. И ограничить переход больных из федеральных льготников в республиканский список. Льготники, которые отказываются от федеральной льготы, они имеют право на получение лекарств по 890-му постановлению. То есть по республике? По республике, да. То есть за средства регионального бюджета. И это создает сложность в том, что наполняемость регионального бюджета недостаточно для того, чтобы обеспечивать всех желающих получить лекарственные средства. Пилотными в 2014 году станут 4-6 регионов. Им-то и предстоит выяснить плюсы и минусы каждого из вариантов стратегии. Кабардино-Балкария в перечень не входит, но уже в 2016-м Россия должна полностью перейти на систему лекарственного возмещения. Марина Ярославская, Наталья Булат, Анзор Кашироков, Атмир Сабанчив. Вести недели Кабардино-Балкария. Испытания бездорожьем. Как не увязнуть в грязи и не пролететь мимо крутого горного виража, показали участники фестиваля экстремальных видов спорта. На Челегской трассе для гонщиков приготовили немало ловушек. Невнимательность гонщикам грозила и вовсе сходом с дистанцией. Впрочем, любителей опасных увлечений это не остановило. За зрелищными состязаниями наблюдала Наталья Булат. Эту площадку для проведения фестиваля организаторы выбрали не случайно кольцевые гонки. Зрелищные только в том случае, если зритель может наблюдать за каждым участком трассы. В данном случае их сразу три для проведения состязаний на велосипедах, внедорожниках и байках. Когда среди байков затесался один квадроцикл, организаторы особо не удивились. Всевладелец Берта Базов самый молодой участник. Юноше только 16, но уже несколько лет. Гонки для него это больше, чем хобби. На мотоцикле ездить, пока родители не разрешают, считают агрегат на четырех колесах надежнее. В поворотах меньше вероятность, что уводешь. И равновесие не надо держать. А так управление все как у байка. Основное внимание, без всяких сомнений, досталось соревнованиям на внедорожниках. Трассу организаторы подготовили основательно. Прямо по руслу реки Карасу разворотили ямы. Специально по случаю администрация Черехского района выделила трактор. Весь день мы вчера здесь копали, чтобы как-то более или менее было сложно сделать. Сегодня утром даже был водовоз. И мы просто заливали воду, чтобы было как-то более зрелищно. На самом деле, эту трассу мы делали не столько для джиперов, чтобы как-то им сложно было. Мы хотели сделать ее просто зрелищной для людей, для простых зрителей. Реализация идеи превзошла все возможные ожидания машины. На радость зрителям не просто буксовали, а то и дело ввязли в грязи. В таких случаях выбираться, как правило, приходилось только с чужой помощью. К слову, чувство локтя у участников развито не меньше, чем в спецподразделениях. Десять обязательных кругов, каждый из которых становился все сложнее, выдержали все. Дорога очень грязная, скользкая, болото, адреналин такой, не знаю, сам по себе. Уже лет три, наверное, занимает этот адреналин. У меня был сперва простой лазик, но потом как-то увидел, что здесь гонки, и начал оборачивать свой лазик. Проведению фестиваля помогала даже погода, несмотря на пасмурный день. Дождя так и не случилось, а вот дыма напустили сами участники. На виражи легковушек на федеральной трассе отвели пять минут передвижения транспорта. В этот момент контролировала ГИБДД. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести недели, Кабардино-Балкария. В понедельник, 12 ноября, в 20.40, в эфире ГТРК Кабардино-Балкария на телеканале «Россия-1». Смотрите интервью с главой республики. Арсен Коноков ответит на вопросы, волнующие жители КБР. С вами была итоговая программа «Вести недели Кабардино-Балкария» и Абислан Суедимов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя корреспондента нашей программы. До встречи через неделю на телеканале «Россия».